Дома культуры Женщина приехала в Шигонский район в начале 80-х еще студенткой и сразу влюбилась в природу. Затем все узнала про богатую историю этих мест. Группы доходят до 150 человек. Гора Светелка – одно из самых исторически значимых мест Самарской области. Во времена царя Ивана Грозного здесь располагался бугор с дозорными. Наблюдатели могли фиксировать приближение неприятеля. В 1840 году этими землями завладел граф Орлов Давыдов. И тогда здесь появилась смотровая башня 18 метров. И гора обрела свое название, которое носит и сейчас Светелка. Всю эту территорию ждет преображение. В планах воссоздать башню на Светелке, организовать места для активного отдыха посетителей. Еще недавно такой возможности просто не было. Еще три месяца назад территория относилась к федеральной собственности. Благодаря усилиям губернатора Дмитрия Азарова земля была передана Шигонскому району. При этом важно, сохранив дух, сделать пребывание туристов комфортным, начиная от наличия туалетов до точек общепита. Конкурс на проектирование уже был объявлен, но общественники признали техзадание неполным. И по решению губернатора оно отправлено на доработку. Все те смыслы, вся та идентичность, которая у этого места есть, а там действительно богатая культурная бэк, чтобы они были бы учтены в проекте, но все-таки все это, чтобы современными методами выполнялось. Вот та же вертолетная площадка, мы видим на ее примере, как здорово можно в природном ландшафте, ну это самарский пример, да, в других регионах тоже есть, как можно современными методами создать благоустроенное, хорошее пространство. Еще одно знаковое место для путешественников в Самарской области, куда каждое лето тянутся люди – Ширяева. Учитель рисования Светлана Гальчинская рассказывает, что здесь дышится по-особенному. Не случайно знаменитый художник-передвижник Илья Репин написал в этих местах своих бурлаков на Волге. Здесь красиво, есть и горы, и Волга, и жилища человека, деревни тоже красивые. Самые такие места, как я говорю, это Мекка для художников. Все считают, что Ширяево – это сакральные места для художников, потому что черпается здесь вдохновение. В Ширяево, помимо репинских мест, масса уникальных локаций. Это природные памятники, горы, озеро. Тысячи туристов посещают завод купца Ванюшина, Штольни. Из местного камня, как известно, отстроено несколько десятков зданий в Москве в XIX веке. Развитие туристической отрасли позволит создать дополнительные рабочие места. Однако сейчас здесь элементарно не хватает дорог и тротуаров. Очень хорошо. Если сделаете, я смотрю, там начали уже что-то делать. Дороги нужны? Дороги – да, но вот чтобы все не разрушить то, что есть, природу не трогать. Аккуратно здесь надо со всем этим. Как повысить уровень комфорта туристов, при этом сохранить природную красоту, решалось в ходе рабочей поездки в Ширяево губернатора Соборской области Дмитрий Азарова. Концепция развития села разрабатывалась порядка двух лет. Концепция основная в том, что сохранить максимально первозданный вид села, не нарушая архитектурный облик, а по максимуму сохранить рельефы. Соответственно, вывести туристический поток вот в эту часть, здесь создать некий горно-туристический парк. Однако сроки до сих пор затягивались, отметил глава региона. На мой взгляд, год потеряли, время терять нельзя, вот взрывной рост идет внутреннего туризма, а мы с вами год теряем фактически. Поэтому в этом году все работы, то что касается причальной стенки отдельно, там есть инвестор потенциальный, значит, вместе отрабатывайте, создавайте условия, чтобы это безусловно к следующему сезону было. Значит, дороги в этом году. В этом году планируется выполнить ремонт дорог и благоустройство территории. В дальнейшем соорудят набережную, облагородят пляжи, спотровые площадки, до которых появятся баллы архитектурной формы. Обсудили и добычу белого камня. Ширяевскому производству больше 100 лет. Сейчас Долобит использует для реставрации исторических зданий. Необходимо выработать решение, которое устроит предприятие и не навредит экологии. Кроме того, на площадке реально соорудить городок мастеров, который станет еще одним магнитом для туристов. Надо найти компромиссное решение, в том числе по добыче камня. Добыча камня, она через 10 лет будет востребована почти наверняка. Запасы есть, я насколько понимаю, они, подтвержденные запасами, готовы заниматься. Концепцию развития села Ширяева реализовать должны до конца 2023 года. Но уже в 2022 году в местный порт смогут заходить до 140 больших судов. Еще одна локация, куда в сезон устремляются тысячи лодок – село Переволоки. Село Переволоки расположено на самом узком перешейке между реками Волга и Уса. Оно основано еще в 17 веке. Название произошло от того, что рыбаки оставляли свои лодки здесь, затем переносили их в другую реку. Проект благоустройства начали разрабатывать в апреле этого года. Приведут в порядок главную улицу села, по которой проходит часть федеральной трассы М-5 – Советскую. Предполагается создать два визит-центра со смотровыми площадками и башнями. Рыбный рынок, фестивальную площадь, благоустроить берег Волги с организацией пляжей и проката лодок. Разработан яркий бренд-бук, по которому можно идентифицировать село Переволоки. Населенный пункт – потенциально центр автотуризма страны. Кроме того, новый уровень сервиса ждут туристы-байдарочники и каякеры, для которых Переволоки – часть знаменитой жигулевской кругосветки. Сейчас Переволоки – это своеобразные ворота в Самарскую область, поэтому перешейка узком проходит федеральная трасса М-5. Но, к сожалению, пока это не очевидно. Поэтому наш проект призван как раз раскрыть природный потенциал этого места. Кроме того, исторически сложился водный маршрут – жигулевская кругосветка. Мы сами были удивлены, но на самом деле с середины прошлого века, с позапрошлого, 19 века, уже был этот маршрут популярный у туристов. Поэтому как один из важных элементов развития этой территории – это как раз создание инфраструктуры для водного туризма. Вот мы находимся около речного вокзала. Как раз примерно с этого места часто стартуют байдарки, и они идут как раз в сторону Переволок. А вот в знаменитом Голубом озере, что расположено в Сергиевском районе, поплавать без специальных навыков не получится. Температура воды не превышает 5 градусов в любое время года. Оно никогда не замерзает из-за большого количества серы и имеет неповторимый цвет. Окрестности притягивают сотни туристов каждый день. Здесь планируют обустроить парковку разноуровневые беседки. Руководство района твердо намерено создать конкуренцию ведущим российским ландшафтным паркам. Это наш бренд, это потенциал, так что мы всех рады здесь. Все приезжают, все дышат, остаются здоровы и уезжают с хорошим настроением. Между тем, по статистике, с каждым годом количество туристов, которых привлекают неповторимые особенности 63-го региона, растет. В 2020-м, вопреки пандемийным ограничениям, поток значительно увеличился. Губернатор Дмитрий Азаров поставил задачу развить туристический потенциал сел, поднять уникальные истории Самарского края, освежить легенду нашей губернии. Это привлекает людей, формирует нашу идентичность. Для этого глава региона собрал ведущих историков, краеведов, архитекторов, специалистов в сфере локального туризма, неравнодушных предпринимателей, общественников. Я вас пригласил. И вы же ко мне стучались и не могли войти в эти двери. Я вас позвал, потому что для меня это важно. Я самарский, мне это дорого. Необходимо составить реестр уникальных мест Самарской области, в том числе и забытых, но потенциально привлекательных. Дмитрий Азаров отметил, что у каждого места притяжения туристов есть свои легенды и мифы, без которых образ тускнеет, и важно сохранить эти истории и привлекательность. Интерес явно есть у людей. Это внутрирегиональный такой даже туризм. Достаточно активно развивается. Это может быть самое главное, самое ценное. Приедут там из других регионов, из других стран. Очень хорошо, очень мы этому рады. Но не менее важно уж точно, это то, что наши самарские люди, жители Самарской области, будут больше узнавать о родной земле, о ее истории. Чем больше ты узнаешь о чем-нибудь, тем больше ты в это влюбляешься. Ну, совершенно очевидно. Вот это вот, на мой взгляд, самое важное и самое главное. Давайте сделаем это вместе. В перспективе возможно создание регионального министерства туризма. Исследователи истории Самарской области уверены, потенциал региона в этом направлении огромен. Гуляя по Самаре, я ловлю себя на мысли, что вот здесь мы там видим уголок Барселоны, здесь мы видим уголок там какого-нибудь итальянского там или чешского городка. Это понятно, потому что город преображается, город украшается, и, соответственно, область меняется. Преображение областной столицы дает импульс к тому, чтобы районы тоже менялись. Поэтому мне кажется, что вот сегодняшний день демонстрирует то, что во голове области стоит человек, который эту землю любит. Доктор исторических наук Петр Каботов – один из инициаторов возвращения Самарии исторического имени. По его оценке, именно такой формат, учитывающий мнение сообщества краеведов, может многократно повысить эффективность туристической отрасли. Может быть, имеет смысл посмотреть более основательно. Сам по себе вот этот проект, он социально значимый, мне кажется, и он создает перспективы для того, чтобы нам решить более глобальную задачу. Блогер Надежда Космирова обратила внимание на скудность информационных материалов. Изучив десятки сайтов, предлагающих туристические маршруты, она отметила, что в заметках сильно отличаются друг от друга исторические факты и легенды. Я посмотрела порядка 30 сайтов, и это очень короткие, какие-то небольшие такие заметки, и многие из них разнятся друг с другом. Ну, просто я понимаю тоже, в зависимости, это связано с недостатком ресурсов в плане интернет-обеспечения. И поэтому, мне кажется, вот именно в плане интернет-освещения можно тоже сделать такие шаги, чтобы информация была полной. Дмитрий Азаров пригласил специалиста к сотрудничеству и попросил составлять технические задания на освещение туров. Блогер Наталья Виханова отметила, что к развитию туристической отрасли важно привлекать людей с опытом, переносить знания из городской индустрии и развлечений на сельские территории. Можно сделать модно. При этом для этого вложений финансовых не нужно. Это информационный посыл, правильные подачи в информационном поле через блогеров и так далее. Потом, поднялись на светелку, что должно быть? То есть модно там показывать фото и видеоконтент. Это тоже можно распространить в нашем обществе. Нужно спрашивать людей, которые в этом разбираются. То есть вот этот момент очень важный. Потому что я ездила с этим проектом «Поехали» и везде не хватало докрутить каких-то вещей, где-то комфорта, где-то еще чего-то, которые могли бы привлечь людей. По оценкам собравшихся, такой масштабной коллективной работы по развитию туристического потенциала в губернии еще не было. Дмитрий Азаров поблагодарил участников обсуждения за инициативу и идеи. Глава региона предложил создать специальный совет, который будет действовать на постоянной основе и рассматривать перспективы знаковых мест Самарской области. Редактор субтитров А.Семкин